Сутки на Донбассе. Боевики осуществили 21 обстрел, ранены двое военных и гражданский. За прошедшие сутки 2 апреля было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военных и гражданский. Об этом сообщается в утренней сводке АОС, так боевики 20 раз обстреливали позиции украинских защитников. Кроме того, осуществили один обстрел гражданской инфраструктуры в Красногоровке. В частности, из минометов 82-го и 120-го калибров открывали огонь в направлении населенных пунктов Золотой-4, Новоалександровка. Возле Светлодарска и Новоташковского использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении Новолуганского боевики стреляли из гранатометов. Кроме того, неподалеку Пищевика, Красногоровке и Гнутово открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А возле поселка Опытное, из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водянова, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе Авдеевки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку песков из стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении. Все факты нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона ССК сообщила представителей ОБСЕ. Ранее в ОБСЕ сообщили, что в Донецкой области миссия зафиксировала сразу 225 нарушений режима прекращения огня. РБК Украина писала, что в период с апреля 2014 года до августа 2020 года жертвами мин и взрывчатки стали 42 ребенка.